Продолжение следует... ...производится анализ этого продукта, перед тем, как он закачивается в производство стирола. И затем уже готовый стирол закачивается, здесь производится анализ и передается в парковый лыж, откуда можно отгружать и железнодорожным транспортом, и автомобильным транспортом. Также сырье мы принимаем и железнодорожным, и автомобильным транспортом. У нас две сливы на мектостокады, и у нас еще существует узел автоналива, который позволяет лить 50 кубов в час. А конкуренция должна принести все-таки повышение здесь зарплаты по квалифицированным рабочим. И специалисты у вас работают... Сколько с высшим образованием человек работает? У нас с высшим образованием работает из 900 человек порядка 250. Ну, тоже достаточно высокий. 30% людей, а все остальные имеют среднее специальное, правильно? Да. Нам нужно среднероссийскую достигать. Среднероссийская сейчас около 30 тысяч, 29 700. Вот, поэтому мы для себя ориентир ставим как среднероссийскую зарплату. И думаю, что тоже и вам нужно посмотреть в этом управлении. Потому что, конечно, на 24 тысячи сильно не разбежишься. У вас чисто промышленный индустриальный парк, и вот китайцы это первое, что называется, ласточка. Мы в этом году начинаем строительство всех коммуникаций, то есть начинаем разыгрывать дороги, соответственно, газ, электроснабжение, воду, водоотведение. Ну и дальше будем и дальше работать. Там у нас еще есть несколько предприятий, которые, что называется, на подходе. Ну, внешне политическая ситуация, многие предприятия европейские, они пока, что называется, на таком, на листе ожидания у нас стоят. Но я думаю, что мы с ними поработаем, и они придут к нам в зловую. То есть задача у нас такая, 15, минимум 15 тысяч мест создать дополнительно вот в этом технопарке. То есть это серьезная конкуренция заработника будет. И, конечно, очень неплохо, что мы сможем конкурировать с действующими предприятиями. Семья Ульяновых Виолетта Викторовна. Огромное вам спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что надо поблагодарить всех жителей области, потому что благодаря тем налогам, которые платят тулики, мы как раз реализуем вот эти программы по поддержке наших многодетных, наших молодых семей, по переселению людей из аварийного жилья. Ну и, конечно, особые слова благодарности президенту России Владимиру Путину, потому что именно ему и он начинал эти программы. Поэтому спасибо вам. Добрый сентября, потому что он праздник не только для детей, он прежде всего праздник для вас, потому что все готовитесь, все готовите на школьной аудитории, ждете своих воспитанников. И в этот день дети все идут к вам с цветами, с улыбками, с хорошим настроением. Они все вас любят. В этот день точно все. Все и все. Ну, жизнь есть жизнь. И на самом деле, конечно, всего у нас в этом году в школу пойдет почти 125 тысяч ребятишек, 122 тысячи, а первоклашек будет 13,5 тысяч. Если выпустили мы с вами в прошлом учебном году, в 2013-2014, 8,5 тысяч ребят, то первоклашек у нас уже будет 13,5, а через 5 лет будет 15,5 тысяч. И мы надеемся, что эта динамика будет сохраняться. Мы хотим, чтобы у нас было больше маленьких туляков, мы хотим, чтобы было больше ребятишек, которые появляются в наших семьях. И хочу сказать, что Узловая во многом муниципальное образование, которое требует особого внимания. Почему особого внимания? Ну, во-первых, потому что Узловая исторический промышленный район. Много было развития, много было достижений. Ну, волею судеб так случилось, что действительно, к сожалению, произошло, что сегодня Узловая отстает от своих соседей, от Новомосковска по развитию. И здесь, мне кажется, нам нужно вместе с вами, все вместе поработать для того, чтобы былую мощь Узловую, былую славу, и эту славу надо возвращать. Спасибо. 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 Спасибо.